приветствую вас друзья прибыли мы в город рязани сейчас пойдем прогуляемся по пешеходной улице по местному арбату девчонки он впереди уже гуляют пойдем ему гулять улица почтовая ресторана туристическая вот смотри вот он туристический информационный центр здесь можно зайти как раз взять все сувениры кому что там нужно куда сходить и соответственно основные достопримечательность города рязани название рязанские заведения мне очень нравится чеснок карась бильярд до количества ресторанов на этой улице прям очень-очень-очень квас чебуречная бункера по моему бункер смотрели мы до или нет как и в центре большинства городов конечно же ленин куда указывает он в рязани пока не знаю куда дальше идем так как у нас основной смысл всех роликов на путешествиях обеда поэтому мы пойдем обедать настя здание выбрали заведение под названием добрые руки добрые руки хорошие руки мясо good hands сейчас посмотрим какие хорошие руки в рязани как вкусное мясо они делают почтовая прогулочная местный арбат место где можно вкусно поесть надеемся и много старых красивых зданий но в описании договориться много количества зданий но здесь ничего как же такого ничего похожего не нашел но общее представление очень очень приятно ну и вот кажется мы добрались хорошие руки чтобы в кафе не снимать лишний раз меню кому интересно мясо 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 и супы мне кажется тамбову тамбовским арбатом улице коммунальной стоит взять за примеры это центральную пешеходную улицу города рязани очень позитивно интересно сделано множество летников при этом посмотрите сколько зеленых насаждений сколько деревьев старых здесь сохранено и это очень очень правильно и очень хорошо от них дополнительный день дополнительный уют и прекрасное настроение они однозначно создают хороших руках сожалению нет мест будний день будний день вторник день час дня а свободных мест нет вот так вот бывает значит наверное правильное место мы выбрали но если сейчас места не освободятся пойдем посмотрим где еще можно здесь победа благо мест здесь несколько десятков и очень очень много интересных названий мне там неимоверно нравится насколько хороша там кухня или как но название оформление очень интересные карась чеснок шоточная корица black star burger любимое кафе и много много еще чего за мной сейчас находится туристический центр рязани очень удобная классная штука который явно не хватает тамбова можно зайти взять туристическую контр карту центра рязани узнать о всех достопримечательностях посоветоваться местах общественного питания где можно поесть по поводу гостиниц что стоит посетить что для какого возраста подходит очень приветливые милые девушки здесь работают все рассказывают вот на заметку нашим тамбовским чиновникам организатором экскурсии по тамбовщине вот давно пора в тамбове заиметь вот такой вот туристический центр где может быть гостям тамбова об этом рассказывать в моих городах есть давно пора и тамбово обзавестись этим прекрасным местом для путешествующих по нашей тамбовщине но теперь я иду обедать наконец там девчонки уже заказали обед пообедаем хорошие руки оказались не очень хорошими плане того что наверное наоборот хорошие местом нет идем лов 501 недалеко от улицы почтовая отель старый город стилизованы под маленькие уголки европы девчонки рассматривают здесь глобус такая вот инсталляция но это глобус тип стилизует это данный отель а ты думаешь от солнечные часы как у елизаветы петровны стилистика до стилистика старого европейского города прикольно здесь находится и спа и отель мы кстати думали заказать в этом отеле номера отзывы хорошие но решили взять номера поближе к кремлю чисто логистически чтобы нам было удобнее ну а так вот да визуально похоже как будто идешь по старым улочкам европы прикольно интересно но какая ассоциация с рязанию у меня никакой ассоциации с рязанию почему такая европа в рязани не знаешь я не знаю да я бы более был рад наверное увидеть здесь какие-то расписные тюрема стилизацию старых купеческих домов но так вот хозяева посчитали насколько я понимаю это один единый такой бизнес-центр и вот с одной стороны европа а с другой старинная русская забава потемкинские деревни прячем то что не хотим восстанавливать ремонтировать просто заветчик красковой сеткой подкрасили и все вот такая вот европа в рязани как и во всей россии если в мучка питания сфотографировалась с пастернаком который читал свою книгу то это судя по всему современная туристка как вы считаете и у нее конечно же планшета не книга кто по внешнему виду планшет определит и пуски или нет брестолья ресторан да да друзья мои оформление прям европейская герань цветочки на окнах красиво симпатично и интересно а вот гляньте какой-то интересный памятник кто-то не тут сыр сыр мыши очень любят сыр мыши сыр едят до дыр а вот здесь вот неожиданно нарисовался водопад судя по всему три медведя маленьких из утра в сосновом бару а он вдалеке на них охотится пантера вот такой вот рязанское интересное соседство открывается достаточно интересно здесь видовая площадка на парк красиво опрятненько все ухожено все как надо все как надо в лучших традициях туристических мест и он мои девчонки идут по деревянным настилам прогуливаются пиццерии неаполь интересно здесь подают неаполитанскую пиццу кафе вена вот смотрите дерево лавочки дерево живой подрастет и под ним можно будет сидеть уютненько замечательно в тени отличная идея для многих мест как татьяна для уставшего туриста ну и вот мы добрались до кремля вход в кремль пойдем посмотрим кремлевский мост соборная колокольня но наш блох в основном про еду поэтому то не отхватился мороженое мягкая вкусная успенский собор рязанского кремля построен в конце 17 века зодчим из крепостных яковом григорьевичем бухвостовым вот всегда ассоциация какая крепостные ущемленные несчастные грязные зачуханные крестьяне и приезжаешь в разные области и нам здесь рассказывают о том что почти все шедевры российской архитектуры но не все а большая их часть построен крепостными данный собор является символом рязани его стилистическое изображение есть повсеместно на всех туристических штуках вещах и самое интересное что этот собор видена из практически любой точки в окрестностях до 20 километров от рязани раньше собор и колокольни его служили отличным ориентиром при навигации по реке ака собор имеет практически такую кубическую форму мы в районе 30 метров в длину столько же приблизительно в высоту но в ширину чуть больше при этом самое интересное что толщина стен у этого собора около двух с половиной метров представляете два с половиной метра толщина стен и построен этот огромный собор был всего лишь за шесть лет происходит реставрация все рассмотреть конечно же нельзя далеко не везде пускают но мы тоже любим заглядывать и с обратной стороны на разные моменты вот они здания с украшениями на территории кремля храм тоже реставрируется туда мы сейчас отправимся прогуляться по садику предварительно конечно зайдем в храм но там я снимать не буду внутри храмов снимать не люблю вид открывается конечно очень интересно территория кремля с одной стороны кремли все почти похоже там суздальский ростовский вот но в каждом есть свои какие-то особенности нюансы моменты а вот интересно внизу что вот тут за такое строение кирпичной кладкой сверху накрыта плитами даже остаток какого-то фундамент или чего-то ну получается скорее всего да они должны были вроде как соединены вот тоже здание дальше церковь кремли они вот той эпохи 10 13 век плюс-минус все очень очень похоже какой-то из них сейчас лучше восстановлен какой-то хуже но очень очень много сходного завяжите глаза и если не смотреть на центральный главный храм конкретного кремля то очень легко и просто можно их перепутать особенно когда проехал их несколько десятков но все равно на территории таких памятников истории приятно всегда находиться особенно к сейчас нет топ туристов особенно китайских туристов да простят они меня которые галдят бегают шумят фотографируются быстрее чем стреляют из автомата калашникова не буду я вас лишними рассказами утруждать друзья мои пойдемте поднимемся вас с вами на защитный вал и оттуда посмотрим на красивые красивые виды старой рязани а кстати вы знаете что он вот рязань в котором мы сейчас приехали который сейчас рязань это на самом деле далеко не та самая рязань которая времен татаро-монгольского нашествия а совсем по другому назывался этот город и как он назывался кто знает напишите в комментариях вот забрались мы на защитный вал на фоне как раз кремля его прекрасных очень необычных очень нетипичных по крайней мере из тех что я видел храмов сейчас будем гулять смотреть любоваться с высоты с высоты конечно открывается достаточно интересные прекрасные приятные виды посмотрите очень интересно вот как раз здесь находится сейчас наш отель где мы остановились то есть буквально две минуты под рукой подать до кремля вот такая вот красота отвечу сразу на вопрос стоит ли посещать рязань ну непременно да непременно да как минимум один раз приехать и погулять по центру посетить кремль строго необходимо мое мнение такое здесь нет ничего такого сверхъестественного необычного какого-то вычурного то чего вы не увидите в других местах но место очень интересное приятное особенно для жителей москвы когда всего лишь ехать 200 километров ну а нам чуть чуть подальше ну и конечно же друзья как может быть рязань без памятника сергея есенина такой очень монументальный кричащий памятник как и был сам наше все 20 века сергей есенин любите ли вы стихи сергея почитать на досуге состоянии некоторого опьянения или лирического настроения знаете наизвать хотя бы пару стихов есенина и церковь рядом с памятником есенин вид конечно здесь открываются достаточно такие живописные красивые повезло нам небо облака вот вдалеке кремль где мы гуляем продолжаем наши рязанские прогулки добрались до рязанского цирка и лыбецкого бульвара достаточно красиво уютно чисто пойдемте посмотрим какие здесь них растут цветочки и интересные памятники медведя на самокате вот я уже вижу и вот он мишка на самокате как-то холодный вроде на самом солнышке классный мишка на самокате на фоне цирка отличная скульптура люблю обожаю такие цирковой медведь друзья вы любите цирк и что любите в цирке клоунов дрессированных животных акробатов или всяких мухлёвщиков факиров и фокусников чистенько уютненько отличный сквер цирк правда нет никаких представлений вы дня так бы мы могли бы с удовольствием его наверное посетить ну что ж без цирка мы сами себе цирка сами себя будем развлекать идем дальше помимо медведя здесь еще и слоны с мячиками играют да не один а парочку а вот еще очередная скульптура до которой мы добрались мне кажется это клоун очень похож на попова на 5 попов а значит я все правильно угадал вот вам друзья скульптура попова с собачкой мы уже почти ставшие традиции наш невезение с фонтанами в этом году в путешествиях 21 год явный год фонтанов здесь вот лось с лосихой на водопое и видимо должен быть очень хороший интересный фонтан даже вечером он с подсветкой ну нет ну нет не работает фонтан на улице жара на фонтан не работает гуляли мы гуляли и набрели на такое красивое симпатично деревянное здание построено на более ста лет назад когда-то в шутку его называли дом трезвости где собиралась местная интеллигенция дом купеческого собрания вроде так называлась она очень интересная резьба много-много-много дерева состояние до сих пор очень неплохое хотя видно что здание достаточно давно не эксплуатируется его бы немного подкрасить и было реальным бы жемчужиной украшением рязани отличный экземпляр деревянного творчества когда кому-нибудь говоришь про тамбов первая ассоциация конечно же тамбовский волк а вот в рязани растут грибы с глазами их едят они глядят и вот такой вот прекрасный симпатичный памятник рязанским глазатым грибам если потереть нос то можно собрать будет ближайшие выходные 5-6 ведер грибов тун вон ящерка ящерка это еще что-то можно хорошего получить а вот еще лягушка то внизу 3 этот успех учебе гарантирован тебе то это вот нос за грибы ящерцы за удачу ну что друзья мои нагулялись грибов глазами насмотрелись стать вот знаете существует несколько версий почему грибы с глазами по альтернативных историков они рассказывают о том что это возможно наследие когда-то прошедшие ядерной войны и когда на территории рязанской губернии были действительно с глазами грибы мне нравится другая версия времена татар монгольского нашествия да и в дальнейшем рязанская губерния была и рязанское княжество были пограничены территориями и по окраинам росло много грибов в лесах края лесные и местность ржевые отряды проверяли стоят ли грибы которые местные никогда не рвали по окраинам лесов если грибы целы значит никто не ходил не проходила если сбиты у них шапки или есть срезанные места значит кто-то проходил из врагов вот такая вот еще легенда ну а теперь мы отправляемся ужин и пап две будки английским стиле вот он там недалеко находится за мной надеюсь он нас порадует гораздо больше чем лофт 51 здесь от места мы уже проверяли смотрели отзывы сугубо позитивные посмотрим насколько они оправдаются идем можно ну что ж друзья мои отлично поужинали две будки это тот редкий случай небольших российских городах когда хочется оставить позитивный отзыв посмотрите еще какой интересный дом мы нашли на улице свобода с интересным таким вот скворечником на чердаке это эксклюзивная беседка для китайских чайных церемоний где удобно и интересно пить чай и смотреть на куда-то смотреть вдаль ну вот и закончилось наше маленькое путешествие в город рязань уезжаем из рязани говорим рязани спасибо чем запомнилась нам рязань ну во первых это очень очень много зелени много парков скверов и это очень приятно и радостно сожалению в тамбове зелени в последнее время не так все радужно что удивило удивило организация вождения может быть просто как бы непривычно но манера езды такая очень специфическая в рязани много очень пешеходных переходов без светофоров да на достаточно широких дорогах учитывайте тоже друзья понравился кремль понравились прогулки по рязани в рязани достаточно вкусно кормят правда не везде так что спасибо вам рязань и рязанцы но мы едем дальше скоро увидимся будет вкусно интересно пока пока